Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях четверга расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. С 1 января Одесский припортовый завод будет остановлен. Решение принял Кабинет министров. Такой шаг правительства связан с огромной задолженностью предприятия «Загаз», которое превысило 1,5 млрд грн. Для того, чтобы завод смог рассчитываться со своими долгами, его мощности сдадут в аренду на 3 месяца. После этого предприятие начнет отдавать долг равными частями на протяжении последующих двух лет. Напомним, в этом году фонд госимущества дважды пытался продать ОПЗ на открытом аукционе, но желающих купить завод не нашлось. Юлию Марушевскую подозревают в коррупции. Об этом заявил глава фискальной службы Роман Насиров. После ухода Марушевской доходы Одесской таможни увеличились на 30%. Тем самым начато расследование относительно занижения цены товаров и проверки других нарушений. Юлия Марушевская все обвинения в свой адрес опровергает. Проте я слабо верю в то, что от тех, кто есть джерелом коррупции и бардаку, можно ожидать каких-то позитивных системных изменений. Их просто необходимо вымотать. Льдинку и дворец спорта обыскивали. В полиции ситуацию не комментируют. По предварительной информации открыто уголовное производство. Отрабатывается заявление, согласно которому дворец спорта сдали в льготную аренду льдинки без конкурса, а значит незаконно. Отметим, дворец спорта, как и школа Олимпийского резерва, остаются в коммунальной собственности. Следственные действия провели в здании на проспекте Шевченко и академика Филатова. Дежурные сотрудники в льдинке подтверждают. Около четырех часов дня к руководству наведались правоохранители. Ходили, ходили в кабинеты, там везде, но больше ничего. А сколько примерно человек было? По-моему, четыре. На площади Льва Толстого горела квартира. Пожар начался на третьем этаже. Потерпевших, по предварительным данным, нет. Жильцов дома эвакуировали спасатели. Площадь пожара более ста квадратных метров. В то же время, жители двора агрессивно реагировали на журналистов. Представителям нескольких СМИ угрожали. Пришлось вызвать полицию. Где сейчас залило, нет? Включи на хуй. Якобы произошло возгорание гирлянды на елке. Увидев дым, люди сразу же вызвали спасателей. Они приехали в течение нескольких минут. В данный момент здесь находится до 10 единиц спецтехники. В настоящий момент информации о пострадавших нет. Спасено трое человек по пожарным ручным лестницам. Также по основной лестничной клетке спасена женщина. Нелегальные продавцы периотехники угрожали съемочной группе Думской ТВ. Инцидент произошел на улице Дерибасовская. Товар реализовывали без разрешительных документов. Бдительные одесситы вызвали полицию. Нарушителям грозит штраф до 1000 гривен с конфискацией. С появлением журналистов продавцы начали вести себя агрессивно. Еще одна автостанция появится между улицами Водопроводная и Старосиная. По словам директора профильного департамента Александра Илько, все работы планируют закончить в 2017 году. Это, по мнению чиновников, улучшит трафик в районе железнодорожного вокзала. Там сейчас есть две небольшие автостанции. Их главная проблема в том, что пассажиров высаживают прямо на проезжую часть. Одну большую цивилизованную комфортную автостанцию и таким образом убрать все автобусы, в том числе и городские и пригородные, как раз с улицы, которая идет вдоль железнодорожного вокзала. Весь общественный транспорт перемещается в специально созданные карманы. При этом нам удалось вместе с коллегами сохранить зеленую зону. Реформирование системы городского транспорта обойдется в десятки миллионов долларов. Где брать деньги, мэрия еще не решила. Комплексную программу предусматривает обновление городского транспорта, троллейбусного трамвайного парка. Коснутся перемены и частных перевозчиков маршрутных такси. Кроме того, обновят остановки. На них появится электронное табло. Еще одна составляющая – электронный билет и возможность безналичной оплаты за проезд. Мэрия планирует внедрить новый подход к безопасности и сервису. По словам чиновников, подобные изменения в других странах влетели в копеечку. Одесские активисты поменяли таблички на проспекте маршала Жукова. Общественники установили табличку на одном из домов улицы с новым названием «Проспект Небесной сотни». По словам активистов, таким образом они выполняют требования закона о декоммунизации и решение местных властей о переименовании улиц. Также общественники планируют переименовать улицу Ленинградскую, которая теперь носит название погибшего бойца АТО Александра Кутузакия. Три представителя Одесской области в претендентах на звание лучшего спортсмена Украины по итогам 2016 года. Опрос голосования запустил сайт Sport.ua. Издание в числе претендентов на победу назвал белгороднестровского боксера Василия Ломаченко, который в выходящем году досрочно выиграл два боя, в первом из которых завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Среди тех, кто может стать лучшим спортсменом Украины, также одесская теннисистка Элина Светолина, которая вплотную приблизилась к топ-десятке мирового рейтинга, выиграла несколько трофеев и выступила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. А также в число лучших попал и одесский канаист Юрий Чебан, которому удалось защитить чемпионское золото Олимпийских игр. Генеральная репетиция Нового года. Песни, забавные конкурсы и веселые танцы. В Одесском зоопарке Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои поздравили юных одесситов с наступающими праздниками. На веселье побывала и моя коллега Юлия Долганек. Маленькие одесситы к празднику в Одесском зоопарке готовились основательно. Каждый вооружился хорошим настроением и новогодними стихами. Знают вросли и дети, что такой Новый год. Он шагает по планете, скоро каждый дом зайдет. В лесу родилась елочка, в лесу она ростка. Зимой и летом стройная, зеленая была. Трусивка, зайка серенький под елочкой скакал. Порою волк сердитый волк, с рысою пробегал. Озорные игры, конкурсы, танцы и развлечения со сказочными героями. Дети в восторге, довольны праздником и их родители. Увидели зазывание нашего петуха в интернете, на сайте зоопарка и пришли сюда. Понравилось, дети рассказали стишки, очень приятно. Маленькие сюрпризы, но детям приятно очень. Мы проводим праздники такие каждый год, они уже успели стать традиционными для детского зоопарка. И, конечно, мы уже точно знаем, что нашим посетителям это нравится. Они это ждут, они каждый год с удовольствием приходят. И, конечно, мы не обошли вниманием такой замечательный, любимый праздник всех. И в этом году, и порадовали наших посетителей. Юлия Долганюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ В 10 утра 10 километров. После встречи Нового года одесситы проведут забег. По плану собраться в Отраде в 10 утра. Организатором выступает платформа «Мой город». Спортивные мероприятия назвали символичным «Оливье ран». Забег будет поводом разгрузить свой организм после праздничного застолья. Присоединиться может каждый желающий. Это вся информация на сегодня. Служба новостей желает вам веселых праздников. Увидимся уже в следующем году, 16 января. Работа Думской ТВ не прекращается. Во время каникул следите за эфиром. Мы подготовили для вас множество занимательных сюжетов. В 2017 году вас ждет еще больше интересных гостей во время работы студий. Приятного отдыха в компании Думская ТВ. С нами всегда интересно. Увидимся в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин